Итак, друзья, неприятность, но, похоже, засор раковины. Такое у нас на даче случается. Давайте включим свет здесь. Нормальный, очень хороший икеевский сифон стоит, но все равно засор. Итак, сейчас будем чистить, но весьма необычным способом. И прочел вот такой способ, как чистка электролитом. То есть есть всякие кроты, есть тросы, соответственно, а есть электролит, который убьет, ну, вернее, скажем так, вот вся эта органика, которая там собирается, жир, всякие другие нечисти должны быть кислотой убиты. Вредно ли это для водопровода? Нет, друзья, вот посмотрите, электролит для аккумуляторов, он тоже в пластиковые бутылки. Заливать я буду в пластиковые трубы, не рекомендуют электролит только лить вот как раз в металлические раковины. Сразу идет реакция, она темнеет. А с трубами все будет в порядке, мы им чистим унитаз. Если есть какие-то, прям, ну, такие серьезные, известковые отложения, очень хорошо чистят. Есть ролик у меня на канале, так что можете посмотреть. Сейчас зальем электролит и посмотрим, возымеет ли это должное действие. Как известно, электролит это кислота, поэтому необходимо соблюдать технику безопасности. Так, поехали. Вали туда прям литр весь. Будет, конечно, запах такой специфический. Органика вся будет, так сказать, подвержена воздействию. Но мы заткнем все это пробочкой. Думаю, все будет хорошо. Потом надо будет, кстати, в септик запустить новые бактерии. Все, откачать и новые бактерии сделать. Но мы это умеем делать. На канале есть ролик, как делать, оживлять бактерии для септика. Поэтому все будет хорошо. Но если бы в городской квартире, то вообще об этом думать не надо. Так, все, залили литр. И, соответственно, пробочкой вот так закрываем. И будем ждать. Думаю, что через сутки попробую обратно пущу сифон в эту часть водопровода. Думаю, что все будет хорошо. Итак, прошли сутки. Уверен, что электролит подействовал. Все реакции нужные прошли. Переключаем водопровод на прежнюю систему. Новую систему глушим пробкой. Ну и, соответственно, включаем воду. Смотрим, как все будет работать. Уверен, что все хорошо. Вода уходит, все в порядке. Я вполне доволен результатом. Электролит хорошо вступает в реакцию со всякими бяками биологическими, которые находятся в трубах. Ну, вы видите, к чему это приводит. Водопровод очищен. В том числе электролит я использую для очистки паянса, керамики. Можете посмотреть по ссылке в описании к ролику, как мы им чистили унитаз. Побочный эффект это все-таки такой кисловатый запах. Но если крышку унитаза закрыть, то не так заметно. Несколько часов паянс должен постоять. В водяном замке унитаза все это должно подействовать. И тогда можно смывать, ершиком очистить. И паянс снова будет беленьким, хорошеньким. Надеюсь, друзья, ролик был информативен. Чем-то вам помог, наполокнул на какую-то умную мысль. Будьте, повторюсь, осторожными в работе с электролитом. Перчатки, очки. И ни в коем случае не выливайте электролит вот в такие металлические раковины. Иначе раковина потемнеет. С паянсом и керамикой электролит работает прекрасно. Никакого вреда им не доставляет. В принципе, все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Пока.